Ваше превосходительство, уважаемые участники саммита! Обеспечение продовольственной безопасности, ликвидация голода, содействие устойчивому развитию сельского хозяйства и повышению его производственного потенциала являются чрезвычайно важными и приоритетными задачами выполнения повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. Пандемия COVID-19 и вызванная ею замедление темпов роста мировой экономики привело к увеличению масштабов голода, в том числе в странах со средним уровнем дохода. Наличие взрывоопасного конфликтного потенциала в различных точках мира, угрожающие климатические изменения усугубляют продовольственный кризис и усиливают уязвимость национальных продовольственных систем, обеспечение устойчивости которых является одним из основных элементов на пути к достижению целей устойчивого развития. В Беларуси национальная продовольственная безопасность обеспечивается в полной мере, согласно рейтингу глобальной продовольственной безопасности, Беларусь занимает 23 место в мире. Беларусь всегда вносила существенный вклад в обеспечение глобальной продовольственной безопасности. Наша страна экспортирует сельскохозяйственную продукцию и продукты питания в более чем 100 стран мира. Однако бездумное санкционное давление западных стран на Беларусь ставит под угрозу глобальную продовольственную безопасность. В условиях коронавирусной пандемии результаты санкционной политики приобретают далеко не радужные перспективы в области развития и борьбы с голодом в мире. Отсутствие на мировом рынке белорусских калийных удобрений, которые занимают 20% рынка, априори ведет к значительному снижению урожайности в сельском хозяйстве. Дефицит калийных удобрений на мировом рынке прогнозируемо приведет к росту их цен и, как следствие, к росту цен на продукты. Недопущение белорусских калийных удобрений на европейский рынок также негативно повлияет на сельскохозяйственный сектор экономики самого Евросоюза. В духе декларации Всемирного саммита по продовольственной безопасности Беларусь призывает отказаться от применения санкций, которые не только противоречат международным обязательствам, в том числе в рамках выполнения повестки дня 2030, но и идут прозрез с положениями Устава ООН и резолюции Генеральной Ассамблеи ООН под насторонним принудительным мером. На фоне того факта, что почти 2 миллиарда человек в мире недоедают, недопустимо использование продовольствия и связывающих цепочек в качестве инструмента политического давления и экономического шантажа. В завершение хотел бы подтвердить, что несмотря на имеющиеся вызовы и риски, Беларусь намерена поддерживать национальные достижения по цели устойчивого развития и ликвидации голода и выполнить повестку дня в области устойчивого развития в срок. Спасибо за внимание.